Итак, последняя лабораторная работа в курсе безопасности это настройка пир-то-пир-инфигурации. Осложняется лабораторная работа тем, что с двух сторон все должно быть настроено верно. Во-вторых, осложняется тем, что у нас с вами фаерволы настроены. И эти фаерволы, по-моему, во FreeBSD не очень-то настроены на вот эти сети. Но давайте я расскажу, как это с точки зрения конфигурации выглядит. Пир-то-пир-конфигурация позаимствована из той самой истории фаерволов, не фаерволов, а DPM-туннелей, с которой я начал, где проволоку кидал между двумя узлами. Практически она реализует именно то, что я вам рассказывал. Между двумя серверами генерируется статический ключ. Это означает, что у нас с вами будет план работы X и Y. Исходя из количества участников, получается, что у нас, например, кто с кем будет соединяться. Ну, никогда, наверное, Николай Яртаевич будет с Василием Михайловичем, то есть тридцать, с четвертым стендом. Ну, Алексей Анатольевич, наверное, с Игорем Михайловичем будет, соответственно, шестой из седьмой. Ну, а Вячеслав Алексеевич, мы тогда, если вы не против, с Григорием Сергеевичем попробуем соединиться. Со мной не получится, у меня сертификат OpenVPN сервера отозван. А, вы сертификат OpenVPN? Я оба сертификата отозван. А, подождите, тут же статический ключ. А, вы, так я вам и говорю, что ничего страшного, нам эти сертификаты не будут нужны, так что все в порядке. Статический ключ будет, да. Поэтому мы попробуем соединиться, да еще и по поводу настроек. Пакет фильтра мне на машине Вячеслава Алексеевича удастся отходиться. Так вот, смотрите, у нас получается пара третья, четвертая, шестая, седьмая и восьмая. Десятая. Запишите себе крупное. У равно и значение противоположной пары. Так, на машине с меньшим номером, все определили, какая машина с меньшим номером, будет сгенерирован статический ключ. Соответственно, Николай Иротович генерирует статический ключ, Игорь Михайлович генерирует статический ключ, и Вячеслав Алексеевич генерирует статический ключ. Потом, вы сгенерированный статический ключ, кстати, он будет генерироваться сам, никаких тут усилий не нужно, скопируете на машину кому? Нашему, да, нашему соседу, вам, да, абсолютно верно. Соответственно, давайте я дальше расскажу, и потом мы будем делать. Следующее, прошу внимания. Дело в том, что во FreeBSD для каждого соединения нужно заводить отдельный файл конфигурации, в rcconf прописывать имя этого файла конфигурации, enable, если проще. Чтобы нам огород не городить, мы с вами будем редактировать файл конфигурации, который у нас называется как openvpn.conf. Поэтому на этом этапе мы с вами openvpn на всех хостах остановим. Ту конфигу, которая там была, все понимают, да, что это openvpn.conf. Эту конфигу сотрем, и наполним ее следующим содержимым. Вот, прошу внимания на содержимое. Значит, так же, как и в предыдущей лабораторной работе, у нас будет дева, тун, то есть, уровень третий. Вы указываете, что подключаетесь вы к какой системе? К системе своего соседа. Все понимают, да, что здесь будет написано? Так, для подключения используется порт, ну, я указывал другой порт, чтобы сохранить и ту конфигу, и эту конфигу. Ну, давайте сделаем, как я написал, хотя по умолчанию у нас бы тоже вариант устроил, что бы здесь было тогда, 1194. Ну, давайте оставим. Протокол EDB, тип и лим. А далее, смотрите, что? Опять сложная формула. Между вами будут проложены сети, между вами будут проложены сети, чтобы никому не было видно, то номер сети, это сумма вашей значения, 3 плюс 4, это у нас 7 будет, 6 плюс 7, соответственно, 13, да, и 8 плюс 10, 18. Из этой сети значение X вы присваиваете своему роутеру, а значение Y чужому роутеру. И скармливаете чужому роутеру, вот это что за сеть, кто способен вечером, в пятницу вспомнить? Скармливаете соседнему роутеру маршрут в свою сеть LAN. И чтобы... А мы это вспоминаем. В свою, да, скармливаете чужому роутеру маршрут в свою сеть LAN. Вы же в своему роутеру маршрут в свою сеть LAN. Да, 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 согласен. На своем роутере прописываете, ну, как я и рассказывал, до проволоку кинули и объяснили. Маршрут в соседнюю сеть лежит через эту проволоку. Чтобы никто не прикинулся соседним роутерам, мы доверяем только тому, у кого есть что. Кстати, кей. Так, если все будет хорошо, то после перезапуска OpenVPN вы должны иметь возможность со своего LAN пинговать чужой LAN, что до сих пор было невозможно. Ну что, понятно? Делаем? Давайте попробуем. Да, да, младший генерированный, копирует, на старший копирует. Так, Вячеслав Алексеевич, я попробую так, чтобы вы все сами сделали. Там в пакет-фильтре есть VPN нет. Помните? Она у нас сейчас 200 плюс x. Вот чтобы нам фейервола не править, Николай Ярдович тоже, смотрите, мы первую лабу отменяем. У нас в фейерволе четко прописано, что мы пускаем только VPN нет. Сейчас VPN нетом станет, может, этого недостаточно, вот эта вот сеть, x плюс y. Сделайте вот так. Смотрите, это как бы с моей стороны, я только писал. Это зеркально пишется с двух сторон. Конфиги зеркальные. Значит, если вы x и y тщательно пропишите, как надо, вы получите две зеркальные конфиги, которые друг с другом будут согласны. Да, переменную VPN поменять вот на это значение. Может быть достаточно, а может быть и нет. Сейчас посмотрим. Да, делаем это на бейте, будьте внимательны. Порт оставляем до 1.95, правильно? Да. Все, 10-я машина готова. Жду сертификат. Ой, точнее, статический ключ. Я не знаю, что это там. Что это там? Можно я калфыжу в любом случае у меня. 4.10. Ну, снова 1, если нет. Ну, как ты будешь, но странно смотрел. Я только 4.10. Ну, 3.10. Ну, 3.10. Ну, лучше. При генерации ключа не работает уже. Рехаж наберите. На гейте. На гейте. Рехаж наберите. Тест какой, финальный. Я с 10-й компании, видите, лан корпорация 10 юн, пингую лан корпорация 8 юн. Не пингуется. Значит, тест не проходит до конца. А, например, вот этот адрес, еще раз проверим, 192.168.1, тоже не пингуется. Так, да, значит, я напишу здесь 110, потому что вы рассказываете про маршрут в сеть соседа. Нет, да, вот этот адрес, а я угадал. И OpenVPN рестарт здесь. Пробую пингус 192.168. Соседская сеть 110.1 пингуется. 110.10 пингуется. Финальный тест. Я пробую с вашего лана пинговать лан соседа. Вот, корпорация 8, пингуем в сервер, находящийся в локальной сети, корпорация 10. Жму вашу руку. Григорий Сергеевич, жму вашу руку тоже. Виртуалки возвращаю. Отлично. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»